Вот я приклеила, лицевая часть получилась отличная, все ровненько, кругленько, в общем-то все хорошо, красиво, а вот эта часть не очень, поэтому все вот эти складочки нужно будет обрезать, либо ножницами, вот как я сапожные ножницы очень хорошо режут, они, у них даже краешки очень острые, очень хорошие, если у вас нет таких ножниц, либо, ну вот нет хороших ножниц, срежьте эти складки обычным строительным ножом, но складки обязательно нужно срезать, чтобы прилегание к подошве было хорошее, впоследствии я, когда срежу, еще раз прогрею и простучу молоточком, и наша стелька будет уже готова. Самую легкую часть мы сделали, дальше будет сложнее, так как у нас нога с обеих сторон имеет такую выпуклую часть, то нам необходимо сделать из кожи, которая плоская, сделать анатомическую форму ноги, для этого можно использовать либо растяжитель, вот у меня есть такой растяжитель, купила, по-моему, в Еве, да, в Еве, либо же даже просто водичкой, но водичкой нужно тогда ждать, когда оно высохнет, высохнет, ну и вот мы наносим на вот эти части, которые будем раз... дай мне колодку растягивать, и вот эти части намочены, вот эти части намочены, одно и второе, одну и второе. вот, брызгают как. отлично. теперь соединяем у меня здесь получилось немножко внутренняя часть немножко больше почему я когда вырезала мне показалось что моя наружная часть или лицевая часть коротковатая я подумал о том что если я сделаю это длиннее то она сможет помочь то она сможет мне помочь ну скажем так зафиксировать но судя по вот этой части по по этому босоножку я вижу что в принципе это было и не нужно вот я намочила этим растяжителем теперь мне нужно растянуть вот здесь вот я растянула нужно чтобы вот эта часть две части смазывать она становится влажным и кожа становится по я вся растяжитель и вся растянуть и хорошо тянется но правда чтобы дальнейшее можно было работать и клеить нужно будет подождать чтобы высохла потому что мокрой коже нельзя клеить никаким клеем в принципе и не важно на чем просто вот вот видно да растягиваем вот у меня есть колодка например на колодке можно растянуть без разницы на чем лишь бы растянуть вот я вот так вот это растягивает даже можно руками вот так вот потянуть в две стороны и она уже видите таким стала выпуклым и с этой стороны точно также делаем вот она аж аж мокрая такое и точно так ну мне удобнее это делать на колодке я поставила вы делаете на чем-то что-то круглое нет у вас колодки используйте что-то другое не важно это вообще не имеет значения что это может быть просто это должна быть какая-то округлая форма которая бы вам помогла растянуть и сделать такую форму на я растянула немного руками поправлю и видно да что уже она стала таким кругленьким можно даже вот у меня баночка с клеем можно на баночку и так вот ее прямо как провести таким растянуть и провести таким просто нужно растянуть неважно как вы будете это делать просто оно должно стать ну как наша ножка вот как на колодке она должна стать таким все теперь оставляем эту часть она у нас будет сохнуть сейчас можем заняться другими частями она вот немножко корявая ничего страшного можно даже вот так на пальцах потянуть придать ей округлость округлость наши ножки вот все теперь пусть она у нас сохнет эта часть и займемся вот этой части это у нас запятничек будет ее никак растягивать нам не нужно будет как я и говорила нужно будет запятник проклеить мы его сейчас обезжирим и приклеим такую вот ленточка это обычная атласная лента которая продается в каждом городе это не специальная какая-то штук лента и вот мы будем вот я отмеряю можно даже когда я буду приклеивать немножко нужно чтобы она была в середине не выглядывала и вот я ее буду вот таким образом клеить немножко духу сделаем чтобы это было удобно и вот здесь вот обрежу раз это будет у нас одна мерочка и по краям будут вот такие тоже полосочки но нужно длиннее мы померяем и приклеим потом сейчас обезжирю также нужно будет все вот эта часть у нас сохнет можем даже повесить на наш растяжитель и пусть она сохнет сегодня уже с ней работать не будем теперь займемся запятником у нас тоже две части для начала мы протираем обезжириваем напоминаю мне 646 растворитель таким образом протираем таким образом протираем часть ну и чисто так вот не нужно мочить так чтобы с него аж текло или промокала насквозь этого делать не нужно все вот у нас эти части обезжиренные теперь открываем клей нам нужно приклеить как я говорила вот такую полосочку которая не даст растягиваться запятнику пока клеим только эту полоску более длинную эти полоски вот такие более короткие мы будем клеить позже почему и клеить саму сам 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 запятник склеивать будем вот до вот этой части чтобы мы могли подклеить потом зачем я так зачем я так делаю потому что так как у меня нет закрою пока у меня нет колодки на мою ногу у меня не стандартная нога и поэтому все мерки я делаю путем обмеривания собственной ноги то есть я делаю босоножек без применения колодки просто меряю по ноге и смотрю насколько мне комфортно удобно также я должна учитывать что летом нога больше наливается но и в то же время не нужно давать слишком много зазора потому что ну будет хлюпать босоножек будет просто большой можно использовать вот такую шпажку ну опять таки как я и говорила каждый использует то что лично ему удобно кому как мне легче использовать вот так а потом выкинуть так сначала клеим ленточку поэтому я жирненько намазала чтобы приклеить ленточку и вот я беру ленточку и приклеиваю я сначала беру от серединки и не чуточку изгибаю ну прямо ну самую чуточку изгибаю вот можно подвинуть если это неравномерно он уж еще не приклеилось ничего но можно продвинуть или померить нужно было центром совместить так как у меня все методом вот таким и это не принципиально так и вот тут тоже получается мне нужно нанести приклеить эту ленточку ее растянуть чтобы она не была ни в коем случае какими-то комочками складочками потому что это все будет потом видно вот так отлично все теперь мы сверху не доходя вот 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 наверно вот так это опять намазываем клеем и столько же отмеряем сколько нам нужно будет намазать и ответную часть запятника вот наша внутренняя сторона не перепутайте а то назад дороги не будет ну и вот получается вам до вот этих пор можно отметить дай мне пожалуйста ампулку и я отмечаюсь ампулкой это специальная ампулка по коже здесь ну и здесь примерно вот так все намазываем не нужно сильно толстые намазывать ну и так чтобы это не было сухо вот здесь тоже до этой части костей уже будет пока пока будет не нужно в том же алгоритме держим 10 минут потом нагреваем активируем клей феном вот одну часть мы намазали я протру вдруг что-то капнуло и от отметины до отметины наклеим намажу и внутреннюю часть моего запятника это я все уможу вот это я все зачем нам это нужно чтобы потом мы могли примерить а дальше мы не можем потому что дальше я не мажу потому что я буду еще мерить по ноге сбрусовывать край который будет приклеиваться к подошве как сбрусовывать можете посмотреть интернете у меня нет специального ножа поэтому я буду сбрусовывать строительные в общем вот все я намазала намазала ждем около 10 минут потом я активирую как бытовым строительным феном вот как я и говорила я не стала уже показывать это видео по моему наверное всем уже и так понятно каждый раз одна и та же один и тот же алгоритм греем феном и приклеиваем обе части и простукиваем молоточком либо чем-нибудь не важно чем просто простучать нужно вот у нас вот так получилось вот такой запятничек теперь что мы будем делать теперь нам нужно вымерять сколько необходимо чтобы внутренняя часть зашла вот я могу уже теперь смотреть по предыдущему босоножку и могу даже вот отмерять сантиметрами потому что здесь я все делала опытным путем то есть ставлю ногу вставляю ногу и потом только начинаю мерить сколько мне нужно но почему мы еще не доделали вот эти вот эти запятники вот эти вот запятники потому что нам нужно будет вставить сюда резиночку с застежкой и и вот эту вот вот этот вот хлястик который будет застегать у меня есть уже вот я отрезала резиночку откуда взяла резиночку из старого бюстгальтера но он был он должен быть не настолько плохом состоянии чтобы был перри растянут ну вот у меня в хорошем таком состоянии и как раз мне получается очень хорошо подходит цвет идеально и нам нужно будет вставить сюда ну вот застежка должна быть с наружной стороны то есть вот здесь вот это тесемочка будет у нас с внутренней стороны но нам нужно сначала ее сделать вот у нас получается тоже опять-таки две части две части это тесемочки внутренние лямочки которые будут застегать наш босоножек вокруг нашей ноги внутренняя часть и наружная часть все точно так же делаем протираем сначала не мочить протираем растворителем потому что мы ее брали руками ну в общем то положено так чтобы вот мы ее протерли эту часть и эту часть но чтобы нам опять таки она не растягивалась при том когда будет и это будет Продолжение следует...